Друзья, всех приветствую! Моя новая история, для вас новое видео. Мой товарищ Денис из города Уфы пригласил меня в гости покататься по башкирским лесам. Мне на моем невастике нужно проехать 460 километров до Дениса. Еду с Оренбурга до города Уфы. Не тороплюсь спокойненько. Кто не знает, новый мотор буквально 3000 километров проехал. 1,9. Производитель заявляет автозапчастей около 120 лошадиных сил. В переднем редукторе и в заднем редукторе у меня установлены самоблоки. Шина у меня 225,70 на 16. Установлена лебедочка. В раздатке у меня установлен занижение 3,07. Алюминиевый багажник. Что я взял? Здесь у меня кресло, стол, канистра с бензином. С той стороны хайджек, лопата, спальники у меня. То есть сиденье раскладывается, ровный пол. Для того, чтобы ночевать, например, в лесу, это очень удобно. Именно для Нива 2131 с моим ростом 182 можно ложиться в полный рост. Сейчас я остановился, проехал 250 километров в среднем. Осталось, в принципе, немножко мне доехать. Я доезжаю до города Уфа. И от города Уфа еще 120 километров мне нужно будет доехать до дома Дениса. Денис построил там новый дом со срубой, банькой. Поэтому к нему еду. Встречаемся, пьем чай, отдыхаем. А на утро мы уже едем с ним в башкетские леса. Поэтому смотрите. Вам приятного просмотра. Уфа у нас прямо. До Уфы у нас осталось 105 километров. Мотор у нас 1.9. То есть мы с вами заменили коленвал с другим ходом, шатуны другие, поршень другой. Распредвал мы заменили. Разрезную шестерню установили. И портинг мы головы сделали. И еще у нас Волга форсунки установлены. Перейдите, посмотрите видео. Мечта невывода. Мотор 1.9, 120 лошадиных сил. Автомобиль, вы сами понимаете, что не кроссовый, а делался для того, чтобы было удобнее ездить в подъемы, по каким-то болотам кататься, где грязь. То есть автомобиль предусмотрен для больших колес. Алиса, расскажи про город Уфа. Уфа – это город-миллионер в России, столица республики Башкортостан. Он расположен на Уфимском полуострове. Вместе слияние рек Белый и Буш Уфа является центром Уфимской агломерации и одним из крупнейших экономических, культурных и научных центров России. Осталось 17 километров до города Уфа. Дорога прекрасная. Машина ведет себя отлично. Пока все складывается удачно. Мы еще пока не сломались. Надеюсь, что никаких паломок у нас не будет. Я в пробочку, но я сижу, смотрю, свой новый видосик сегодня вышел. Как Дмитрий подкорректировал мне Бошинский электронный блок управления. Сегодня пятница, время 17 часов вечера. Все едут с работы. Ну, короче, пробки. Я еду, получается, с этой стороны города Уфы. Денис хотел выехать с самого города Уфа и встретиться. Но он посмотрел по карте, что если он будет двигаться ко мне, то будет терять около часа. Решено. Он мне координаты своего дома скинул. Я забиваю и по этим координатам уже по навигации еду. Если даже заблудишься, скинул мне частоту радиостанции. Радиостанция у меня с собой есть. Долго я простоял в пробке. Написано, что осталось 51 километр. Я еду по GPS-навигатору, по точкам, которые дал мне Денис. В среднем я уже еду в около 8 часов. Как я и говорил ранее, что я никуда не тороплюсь. Поэтому едем спокойно, потихонечку. Главное доехать до цели без поломок. Осталось 2 километра до Дениса. Посмотрите, какая красота. Сейчас тут как раз получаются спуски, подъемы. Дорога влажная, потому что, видно, недавно проходили дожди здесь. Очень красиво. Друзья, привет! Вот я добрался до места. Знакомьтесь, Денис. Все знакомы, наверное. В Ютубе Денис Континент. С Денисом мы договорились, встретились. Уже второй год подряд. Так получается. Да, в прошлом году мы катались на Ногуш. Ходили на катере. Было, в принципе, видео есть. Можете, да, посмотреть. Денис в этом году меня пригласил. Посмотрите, какая красота. Бомбический. В итоге мы встретились. Готовим плов. Денис говорит, я готовлю плов по своему рецепту. Да. С говядиной. Большие куски, чтобы были сочные. Да, чтобы они не переварились. Все было как надо. Все ингредиенты мы уже все порезали. Рис у нас помытый. Лук у нас есть. Сейчас подъедут товарищи Дениса. Масло, кстати, используем хлопковое. Мало кто это делает. Да, я сам на самом деле первый раз услышал, что такое масло надо делать. Да, по-настоящему вот так вот. Завтра у нас по плану, Денис, встаем. Завтракаем. Едем по красивейшим местам здесь. Вы обалдеете, насколько тут красиво. Покажу крупнейший ракник России, но это многие местные знают Красный Ключ. Поедем в Сарву. То есть это тоже источник подземный, карстовый провал, в котором как бы образовалось такое озеро. Очень чистое, холодное, красивое. И поедем еще в места, где тут раньше были бывшие узники. В 40-е, там 50-е годы сюда отправляли, как на концлагерь. И вот эти места мы тоже посмотрим, там на заброшенном деревне. Очень красиво и будет много грязи. Надеюсь, но погода позволяет. Мы на внедорожниках. Мы кушаем, ложимся спать, а утром с вами увидимся. Доброе утро. Мы проснулись, позавтракали. Вчера мы покушали плова. К нам присоединились Дамир и Тимур. Это Тишка мой родной. Это друг. Сегодня у нас по плану выезжаем в сторону Первомайского. Есть такой населенный пункт. Попробуем до него доехать через Красный Ключ. Попробуем для вас поснимать какой-то интересный видос. Вообще настоящая задача на сегодняшний день, это не просто там специально в какую-то грязь заехать. А я выбрал места, где туристические маршруты какие-то, красивые точки. Но до них добраться вот через бездорожье. Вот у нас будет такая цель сегодня. Наша задача сегодня не сломаться. Не сломаться, доехать, побуксовать. Ну, короче, кайфануть. Правильно? Да. Использовать ребёнки. Да. Всё, помчались. Друзья, мы выехали. Сейчас мы в первую точку у нас едем на Красный Ключ. Как Денис говорит, крупнейший родник России. Погода сегодня не жаркая у нас. Где-то около 17 градусов. Ну, короче, отлично. Воздух свежий. Поэтому едем за приключениями. Деревня Красный Ключ. Едем на родник. Очень красивые места. Справа пернолыжная горка. Такая не будет. Находится возле речки Уфимка. Парк Красный Ключ. Огорожено. И уже пешком с вами дойдем. Вот такой вот родник. Здесь вода очень прозрачная, кристальная. Ну, то есть родниковая должна быть. И она такого прям голубого, изумрудно-голубого цвета. Но сейчас паводки сильные. Вот затопило получается. Здесь перетекает Уфимку она, да? Да, она тут типа как вот. Вид, конечно, шикарный. Мы с вами на роднике. Оказалось, не первый в мире, а второй в мире, да? Да. Как объяснили. Первый не то ли во Франции? Да, во Франции. Так, дорога прилегает в красивые поляны. Это деревня. Нужно ехать длинное расстояние, поэтому мы ускоряемся. Держим дистанцию. У мотору скажу, пока еду на четвертой повышенной. Плохо, Ир. Третья повышенная. В принципе, пока на подъемы идем уверенно. Польяна, это бывшая деревня, репрессированная с 40-ой года, если не ошибаюсь. Вот сюда отправляли узников. И здесь вот сейчас остатки справа избушки тех времен. Вот пару таких домов осталось. Мы сейчас, кстати, справа проедем и посмотрим. Прям в одном из домов живет бабка-староверка. Достаточно такая прям, она очень дикая. У нее год назад даже, по-моему, в администрации забрала ружье. От греха подальше. Вот, она живет здесь одна, без света, без электричества, без газа, без воды. Ну, то есть, там, не знаю, может, какой-то колодец есть. Короче, ходит пешком до магазина в город через лес. Сама одна. Здесь она находится в такой чаше, так скажем, да, в дизине. И вокруг вот эти горы с деревьями. И в свое время здесь вот охрана была, ходила по верху, по периметру. А все угузники были здесь внутри под контролем. Принято. Сейчас вот подъезжаем, если не ошибаюсь, вот как раз слева дом, избушка с зеленой крышей. Это вот как раз домик староверки. И даже в подтверждении видно, вот, дрова подвезли свежие. Я так понял, кто-то ей привез и умывальник, он оранжевый. И вот, если не ошибаюсь, она здесь живет. Но крыша, я как вижу, тоже как бы не старая она. Думаю, ошибается, потому что дверится где-то на замок, который вешается снаружи. Да, крыша, вот, тоже кто-то помог, видать, сделал. Я вижу, там, дрова чуть подскошена, вроде из пушки. Ну, короче, приходит, помогает, я думаю. Другая точка, едем на Первомайск. Что это такое Первомайск? Это тоже такая деревня. Мне будут слушать, находятся до нее добираться по поселочным дорогам, по лесоповальным дорогам. Другая точка, едем на Первомайск. Ну, здесь брод и много-много воды. Вот так вот. Ну, давай потихоньку. Следов что-то давно здесь никто не ездил. По стопицу? Нет. По стопицу. Ну, для меня глубоко. Нормально. В нашу очередь, ну, в принципе, у меня стоит шноркель. Но проблема вот этих автомобилей, то, что генераторы у них внизу. Так как у меня гур, кондиционер и очень сложно перенести генератор. Поэтому всегда страдает первым делом генератор. Главное не поднимать волну. Но глубоко. И камни. На первое пониженное потихонечку, чтобы ничего не залить, не забрызгать. Так как много дождей, реки все наполнены. И вот эту речку нам нужно с вами будет пересекать очень много раз. В принципе, грязи пока сильной нету. В основном лужи, заполненные водой. Ну, от этого мы получаем с вами удовольствие. От красивого вида, от свежего воздуха, от хорошей компании. Самое главное. С вами сократим. Денис говорит, есть другая дорога. После дождей. Ну, в принципе, грунт хорошо держат. Как бы грязи такой сильной нету у нас. Во-первых, трава. Зацеп есть. Хороший. Дорога пролегает вдоль реки. Веточки. Денис говорит, что дорога пролегает вдоль реки. Воды много в почве. Вообще-то, на данный момент, куда мы доехали, колейность есть определенная. Денис говорит, что дорога пролегает вдоль реки. Вот у нас сегодня прогулка Патриота и Невасика. Денис говорит, есть другой маршрут, где много грязи. Вроде у нас по плану туда есть время доехать. И самое главное, желание. Но глубоковато. Но мы и так не поедем. Мы возьмем правее. Потихонечку. На первой пониженной. Легко, легко, легко. У нас опять лужа, да? Это что-то большое здесь. Так, решено. Поеду я первый. Так, Виталий, ты страшный самый. Включим пониженную. Говорят, глубоко. У него шторки есть. Дальше нормально. Давай. Давайте вторую пониженную включим. Меже всего и заблокируем, да? Да, тут не так-то страшно. Просто находимся в том месте, где нету связи. И куда-то лезть лишний раз тоже не хочется. Тем более, чтобы что-то сломалось. Поэтому едем аккуратно. Получаем от этого удовольствие. Первая пониженная. О, ну тут легко, легко. Вообще отлично. А тут много таких луж. Просто Денис говорил, что есть места, где можно очень сильно провалиться. Все, мы выехали на дорогу. Едем на другую локацию. Заезжаем подъем. Местная горнолыжка. Ну, заодно и мотор. Посмотрим, как работает. Первая повышенная. Подъем хороший. Камень не держится. Такие диагоналочки небольшие есть. Мы, как раз. It's a fountain. Мы, как раз. Мы не охотим. Мы, как раз. Мы, как раз. Мы involve Precoder. Это специально-то. Мы взялотех dreads. Мы, как раз раз колоих трехнande ребят. Какériں жplat. так друзья приехали мы на смотровую площадку лысая гора отсюда вид вообще шикарный приятного просмотра спускаемся назад спуск при личной по картинке видно первое повышенное притормаживаем и на серпантин по асфальту подъемы вдоль леса даже вопрос том что если будет идти сильный дождь у них здесь грудь песок то есть чернозема глина как бы здесь отсутствует у нас в оребурге грязь она склизкая здесь такой грязи вот но пока я не вижу поэтому во всех регионах когда видос смотришь кто-то по лесу едет там буксует грязь летит здесь вот пока но такого нет сколько мы проехали думали ожидали этого но к сожалению пока нет пока мы не нашли я не стану мы в воду упираемся или едем это вода поднялась я на той неделе там ну поехали ты меня подожди сверху вода да и и много воды грязь но я не знаю здесь глубоко не не глубоко но дорога в воде тут песок у вас там все за вода там как бы не глубоко я ездил я ездил бегать на река вылезы она скрыть и не снесет я пускай я не знаю меня вправо критине снесет я вот что боюсь ну я еду впереди какие-то палки стоят с бутылками не знаю для чего а дальше дорога есть короче сказать не мог Ха-ха-ха. Ох, ёптень допсень, слушай. Это не шутки. Да. Вот день я загнал. Тут вот прям 10 метров и берег, и вода полная. Вот, смотрите, вот он берег. На той неделе здесь было сухо. Здесь люди в палатке спали. Вот так вот, вода поднимается, как видите, быстро. Ну вот по карте видно, где мы двигаемся. Возе, конечно, классно то, что постоянно, в принципе, на заднем приводе, когда надо, подключается передний привод. С шайбой. Это, конечно, удобно. Мы пока межа сего и не блокируем, но, в принципе, зацепа здесь огонь. Вот так же мы ехали по воде, и грунт как бы не скользкий. Да, он песчаный. Внутри песчаный. В песок он не утапливается. То есть, ну, прямо и проехали спокойно. У нас, в Оренбургской области, так вот заедешь, машина сразу тонет, и уже оттуда выехать почти нет возможности. Приехали мы на поляну, обещает по прогнозу, дождь минут через 30. Готовим обед. Сейчас отварим курицу, есть у нас лучок, есть картошечка, все приготовим. Достаем стол, все делаем условия для того, чтобы наслаждаться красивой природой. Достал я свое кресло, которое два года вожу, и все никак не мог распаковать. Столик готовим кушать, что-то там сильно зашумело, или дождь, или ветер. В итоге идет дождь, уже капает. Вон там, вон там видно прямо дождь идет, то есть минуту на минуту у нас накроет. Прошел дождь, мы сейчас продолжаем готовить кушать. Твое впечатление о выезде. Мне все нравится, погода шикарная. Ну, как бы и дождь есть, и солнце. Солнце сейчас ясное, но грязи нет. Вот это там печально. Дождь Субтитры подогнал «Симон» Сейчас я его вытащу, проеду медленно по этому маршруту, попробую, потому что вон сел на мосты и не едет. Продолжение следует...